Я 5 лет работаю над романом Василия Гроссманом «Жизнь и судьба». Это дипломный спектакль, мы его играем до сих пор. И с годами он становится только лучше и, к сожалению, актуальнее. Поэтому действительно это проза, которую надо читать, надо перечитывать и выносить из неё самые острые и современные смыслы, которые сегодня звучат. А то, что вы говорите, надо перечитывать. Для чего надо перечитывать? Это же надо определённые силы этого душа перечитывать. Да, это очень непростое произведение. Ну, как сказать, просто когда читаешь подобного рода текст, и как зрители даже как-то риск со сцены, каждый раз всё равно испытываешь какое-то человеческое оттупение от того, до чего может дойти человеческая фантазия. Ведь эти лагеря, про которые мы говорим, про которые говорит Гроссман, в частности, Тремлинка, это лагерь, фашистский лагерь, который был сделан настолько искусным, с таким лоском и таким умом, эпидантичностью. То есть это целая фантастически придуманная, выверенная машина. И вот, когда ты читаешь, думаешь о том, на что же способен человек, до какого ужаса может дойти его фантазия. А читать это нужно для того, чтобы никогда это не позволить себе повториться. Потому что, да, наши дети, подростки, они знают и про 27-е часа, и на 7-е часы, две важные даты, да, и авокадо, и про холокостное. Но мало знать, надо это прочувствовать. Потому что, когда ты это читаешь, ты можешь прочувствовать своей кожей, своим сердцем. И этот текст пронзает. И тогда ты уже совершенно по-другому к нему относишься, чем к какой-то просто...